Друзья, всем привет! Меня зовут Константин и вы на канале инвестиций. Инвестирую я на фондовом рынке. На данный момент бумажная стоимость моих активов составляет 1 миллион 977 тысяч рублей, состоящая из брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета и счета под названием фонды, который пополняется еженедельно на данный момент по 200 рублей в неделю. Подробнее с моими счетами вы можете ознакомиться по ссылке в описании, либо по подсказке справа вверху. Ну а сегодня мы поговорим о металлургах, а именно ММК, НЛМК и Северсталь. Данные компании я уже разбирал на канале. Вот обложка данного видео. Можете его найти либо в видео, либо постараюсь ставить подсказку справа вверху. Вкратце расскажу, что в видео говорилось о том, что по моей точке зрения НЛМК является недооцененной компанией. Также я показывал, что я ее докупаю, потому что у меня ее в портфеле меньше всего. А вывод видео был прост, что нужна диверсификация и все компании нужны в портфеле так или иначе. По дивидендам, объявленным за третий квартал 2021 года у металлургов, видно, что у НЛМК получается самая высокая дивидендная доходность, а именно 5,9%, у Северстали 5,3% и у ММК всего 3,8%. Разберемся подробнее, почему так произошло. Что касается акции ММК, Магнитогорский металлургический комбинат, а инвесторам не понравился отчет за третий квартал 2021 года, а именно выручка минус 7% квартал к кварталу, EBITDA минус 20%, чистая прибыль также минус 20% квартал к кварталу, свободный денежный поток уменьшился на 25%, соответственно дивиденды меньше остальных конкурентов, скажем так, или союзников по металлу. И чистый долг EBITDA немного увеличился на 0,04%. По графику ММК мы видим коррекцию почти на 2,5%, потому что инвесторы в цену закладывали дивиденды сравнимые с НЛМК и Северсталью, которые были объявлены на прошлой неделе. Также инвесторам не понравился, конечно же, отчет, который не оправдал их ожиданий и хуже предыдущего квартала. Отчет за третий квартал по Северстали инвесторам, в принципе, понравился, да и дивидендная доходность выше 5%, потому что выручка увеличилась на 9% в квартал к кварталу, EBITDA на 5%, чистая прибыль также на 9%, свободный денежный поток на 6% в квартал к кварталу, и чистый долг EBITDA сократился до 0,29%. Что касается НЛМК, то инвесторов порадовал данный отчет за третий квартал 2021 года, потому что выручка увеличилась на 10% в квартал к кварталу, EBITDA на 11%, чистая прибыль на 19% и свободный денежный поток на 19%, соответственно, и самые высокие дивиденды. Также у НЛМК отношение чистый долг EBITDA осталось практически без изменений, на уровне 0,43х. Последний день для покупки акций под дивиденды НЛМК 3 декабря, Северсталь 10 и ММК 11 января 2022 года. В идеале, конечно, все эти дивидендные отсечки и даты закрытия реестра, которые по системе Т-2 происходят, нужно проверять на официальном сайте компании. Друзья, надеюсь, был полезен и помог вам в данном ролике. Разобрали металлургов, а именно, меня радует то, что они платят дивиденды по квартально. Также есть и другие компании, которые платят дивиденды по квартально. У меня был вот такой ролик, вы можете сейчас обложку наблюдать на своем экране. Ну а если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если был полезен. Ну и увидимся в других видео. Всем спасибо, всем пока.